Уважаемый Владимир Владимирович, хочу обратиться к вам за помощью в решении моего вопроса. Я Венедиктов Филипп, доброволец Донбасса, уроженец города Крылого Рога, воевавший с 2014 по 2016 год за ДНР. По истечении этого времени попытался легализоваться в Российской Федерации, так как в ДНР у меня никого нет, назад в Украину, та, которая находится под тем киевским режимом, который сейчас у власти. У меня тоже пути нет, я там обвинен в терроризме. Терроризм заключается в том, что я вытянул раненых во время боя и оказывал сопротивление с помощью пулемета «Утес» вооруженным силам Украины. Полтора года тянулся маимитарства, сопряженные с массой проблем, как финансовых, так и физических, и морально-психологических. Поверьте, это очень нелегко, постоянно находиться в подвешенном состоянии, постоянно не иметь возможность строить какие-то планы на будущее. То есть можно только с оглядкой назад смотреть и понимать, что все равно бы ты сделал так же, потому что мы тогда встали в 2014, все за правду. Владимир Владимирович, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что я неоднократно уже слышал о изменении концепции миграционной политики, которая касалась в основном, может быть, именно граждан Украины и граждан, которые волей-неволей были вовлечены в гражданскую войну, которая происходит и на данный момент на территории ДНР, Луганской Народной Республики, для упрощения получения им гражданства, так как все-таки люди считают себя русскими. Мы считаем, что Россия — это наша родина, и для нас никогда не делилась на народы, русские и украинские. Очень хорошо, и мы все восприняли ваши слова как надежду, с очень большим энтузиазмом и с верой в то, что действительно так и будет. На самом деле, я скажу вам, что на местах ничего не изменилось, ситуация крайне катастрофическая. Я даже скажу, что работники УВМ стали уже притчевой языцей, так как раньше смеялись над гаишниками, считая их взяточниками и такими, якобы даже не органы внутренних дел, а частной коммерческой организацией. Это шутка, опять же, чтобы не восприняли, что я так ГАИ назвал. То же самое сейчас говорят о работниках УВМ. То есть сплошная коррупция, абсолютная бесчеловечность, беспринципность и наплевательское отношение прежде всего на людей. Не знаю, может такая политика и считается правильным руководством МВД. Как по мне, я считаю, что прежде всего это прописано и в Конституции, да в любой нормальной, и в Российской Федерации, что прежде всего у нас ценится человек. Прежде всего. Точно так же, как и сотрудник УВМ, он обязан прежде всего быть человеком, а потом уже сотрудником УВМ. Почему это всё попирается, мне непонятно. Почему переступает вот так вот через человеческие жизни, через свою совесть и честь, тоже непонятно. Я к вам отношусь как к человеку серьёзному, человеку чести, человеку слова. И всегда смотрел на все ваши действия с пониманием. Действительно уважаю очень многие ваши волевые решения, которые вы принимали неоднократно, показывая, что вы именно патриот России, и вы заботитесь о населении, которое считает себя русскими. Вот ещё раз хочу обратиться к вам, помочь в решении моего вопроса. Мой случай не единичный, их масса. Ребята постоянно сталкиваются с подобными проблемами, и зачастую не хватает у них там ни сил, или там каких-то в силу обстоятельств. Им приходится покидать Российскую Федерацию. И были даже такие случаи, когда они попадали в лапы фашистствующего режима на Украине. Но это же неправильно. Вы же сами говорили, что ничто не может объединять русских, как идея патриотизма. Я с вами полностью согласен. Эта идея, она вечная. Эта идея действительно стоит того, чтобы ради неё жить, и для того, чтобы она развивалась. Идея патриотизма России, как нашей большой Родины, я думаю, она, она и именно она принесёт успех в нашей великой стране. Так давайте же как-то поддерживать тех людей, которые себя считают, и которые действительно являются патриотами, которые это доказали, взяв оружие в руки. Переступив через всё, несмотря на всё, потеряв всё, пошли доказывать, что правда всё-таки на этой стороне. Вот на этом я хотел бы закончить своё обращение. Всего вам доброго. Ещё раз хочу попросить помощи в решении моей проблемы. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова